Капитальный ремонт, итоги и перспективы. Министр энергетики ЖКХ Владимир Гнаевский встретился с журналистами и рассказал, что ждет жителей Заполярья. Повысится ли плата за капремонт? Говорили на пресс-конференции и о тех, у кого за спиной долги и неоплаченные квитанции. Подробности в нашем следующем материале. Нерешенным остается вопрос с повышением оплаты за капитальный ремонт, но министр энергетики подтвердил, что льготники получат выплаты из областного бюджета в любом случае. На 2016 год деньги в региональной казне уже предусмотрены. И сегодня льготная категория, он в апреле, или в марте принят закон Мурманской области, но он вступает в силу с 1 января, то по году Минсос сделала расчеты за 29 миллионов рублей. Вопрос капитального ремонта домов решается вполне успешно. 388 жилых зданий в этом году планируется полностью отремонтировать. Бюджет на такие планы составляет 1 миллиард 28 миллионов рублей. На сегодня уже практически в большей своей части конкурса состоялись. Дальше нам необходимо уже отслеживать работу подрядчиков совместно с муниципальным образованием. Выплата долгов ресурсоснабжающим предприятиям – одна из задач, которую на сегодняшний день нужно решать в первую очередь. Эффективность взысканий за должности составляет всего 14%, несмотря на активную работу с судебными приставами. Но часть долгов завода, электричество, газ и тепло невозможно взыскать с неплательщиков, поскольку срок давности у них перевалил за три года. Попросту истек.